Предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсии сверхуровня инфляции. Ну и в целом переходный период даст возможность синхронизировать изменения пенсионного возраста и дальнейшее более активное развитие социальной сферы. Хуй вам от Кремля, хуй вам о невесте недели, хуй вам о непенсии. Я снова политический нищеброд, долбаёб-долбаёб, влез в эфир, чтобы нарисовать большой и жирный хуй от правительства вам всем. Естественно, я бы вам такой парлян и ни за что бы не сделал. А вот Дмитрий Анатольевич Медведев с Владимиром Владимировичем Путином вам такую подляну нарисовали. Пенсии у ваших родных, у ваших близких, у ваших девушек не будет в будущем вообще. Да, они будут формально, но только для тех, кто в условиях российского государства дожил до 65 лет. Ну, таких примерно процентов 20, ну ладно, хорошо, 30, но не более того. А уж показатели у мужчин это и вообще, увы, только 10% мужчин доживают до 65 летнего возраста. Вот такого вот, друзья, и поэтому моя аналитическо-политическая программа вернулась в эфир. И сегодня в выпуске. Обеспечить новое качество роста. Ну что ж, правительство грабит свой народ. И не скрывает этого, кроме того, что за цену, которую вы заплатите за проведение чемпионата мира по футболу, она стала очевидной. Как я уже сказал, это ваши будущие пенсии. Голикова рассказала о будущем бальной пенсионной системы. Вместо бальной пенсионной системы будет вообще никакой пенсионной системы. Кураторы и спецслужб, спецкабинеты ФСБ и травлю инструдентов. На что готова пойти российская власть, чтобы пустить пыль в глаза иностранцам, которые прибыли в нашу страну на чемпионат мира по футболу. Василий Уткин больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу на первом канале. Интересный курьез произошел на этой неделе с комментаторами Первого канала. С США вышли и советовал он по правам человека. Вашингтону стало обидно за Израиль. Что тут сказать? Я еще скажу насчет этого. Простите за тавтологию. Путин и Порошенко провели телефонный разговор. Сразу после того, как украинский генерал сказал, что Украина начинает модернизировать ракеты, которые могут достичь после модернизации Москвы, сразу же состоялся телефонный разговор Путина и Порошенко. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Путин явно испугался. Конечно же поговорим и насчет этого телефонного разговора. Украинский народный трибунал заодно приговорил Порошенко к пожизненному заключению. А судьи кто? Как у Чернышевского, да? Итак, давайте-ка приступим к альтернативным вестям недели. Обеспечить новое качество роста. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о повышении пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную Думу законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Документ предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. При этом повышение пенсионного возраста будет увеличено с каждым годом, то есть с 2019 по 2034 год на один год. Также повышение НДС 18 до 20% уже фактически состоялось. Оцените, что нам говорит наше правительство. Сегодня у нас 46 миллионов пенсионеров, из них 39 миллионов человек это пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости. Уже для этих пенсионеров это 1000 рублей в месяц. Голикова, оцените, предложение, которое мы рассмотрели сегодня, должно обеспечить новое качество жизни и обеспечить доходы наших граждан, попросту говоря их увеличить. Скажу жестко, мы в правительстве силуанов совсем охуели. Почему? Потому что если в Европе повышение возраста, это было связано с тем, что среднестатистический европеец живет 83 года, мужчина 83 живет. Не женщина, женщина живет до 93, а у нас, а у нас еле-еле доживают до 60 лет. Чтобы вы жили на 10 тысяч рублей в месяц в качестве пенсии в правительстве, и вы сначала начните жить на эти деньги, а потом уже повышайте пенсионный возраст. Это подлое правительство, подлое государство, которое убивает свой народ. Вот не лечит, не заботится, а именно что убивает. В прямом смысле у нас при четвертом сроке Путина антинародное правительство. И это, будьте уверены, еще им олокнется самим в будущем. Потому что то, ради чего повышают пенсионный возраст, а это достойный уровень будущих пенсионеров, автоматически, сразу же убивают другое решение правительства о повышении налога на добавленную стоимость. Цены вырастут, и эти, со слов Голиковой, тысячу рублей, которые там в правительстве накинут пенсионерам, чтобы не сильно возмущались, фактически сгорят по отношению паритета покупательной способности. Конечно, об этом правительстве, разумеется, умалкивают. Сгорят пенсии в радиоактивный киселевский пепел. Я требую ответа. Как так получилось, что пенсионный фонд для будущих поколений остался пустой? Чтобы вы знали, в пенсионном фонде было выделено 4 миллиарда... Миллиона... Ну, 4 миллиарда... Короче, большие деньги для каждого россияне. Ну, естественно, они ему не выдаются сразу, а рассчитываются с момента выхода на пенсию до смерти. А если, допустим, человек вышел на пенсию, ну, прожил год на ней и умер, а деньги рассчитали, например, на лет 10-15, то эти деньги не получают родственники того, кто умер. Эти деньги забирает правительство Российской Федерации себе в карман. А вы что думали, кому эти деньги достаются? Ядроёбы, ядроёцы всех мастей. Вот кому достаются деньги. Помните историю заморозки пенсионных вкладов? Где деньги пенсионного фонда? Вся страна знает, где и в каких карманах. И вопрос не в том, что знает народ или не знает народ, а когда этот народ пойдет на Кремль и на здание правительства. Я, конечно же, тоже знаю, на что потащены были деньги будущих пенсионеров. На Крымский мост, оружие для Донбасса, чемпионат мира по футболу 2018 года, Олимпиада 2014 года и прочее. Вот, кстати говоря, предлагаю голосование. Что вы предпочли бы? Выигрыш сборной России по футболу в 2018 году. Ну, то есть, чтобы сборная России стала чемпионом мира по футболу 2018 года, или же пенсии и зарплаты в размерах от 50 тысяч рублей в регионах, а в Москве от 100 тысяч. А что бы вы предпочли бы? Ну, естественно, наверное, не футбол. Вот в правительстве не стыдно, не стыдно отнимать, отжимать пенсии. Вот мне интересно, как Сивуанов будет смотреть в глаза людям, когда его жопу раздневанный народ вытащит из правительства. 90% россиян не поддерживают пенсионную реформу. Оно и понятно, потому что россияне прекрасно понимают, что хрен они доживут до 65-летнего возраста. А те, кто доживут, цены будут такого уровня, что даже если хорошая пенсия будет сейчас, она превратится в ничто, в ничемскую пенсию. И в связи с этим именно Медведев внес этот самый антигуманный и бесчеловечный законопроект новейшей истории России в Госдуму, а не Путин. Чтобы не опозорился сам президент. Его дистанцируют от принятия данного решения. Иначе, как я уже сказал, народ пойдет бастовать не к Белому дому, а к зданию Кремля. А это уже, конечно же, похуже. Даже если и разгонят. Скорее всего, конечно, разгонят. Но тут Путин и ядроёбы сами заложили в мину. Дело в том, что за ядроёсов голосуют лишь пенсионеры. Пенсионеры и жители среднего возраста. То есть те, кому 55, 40, 30 лет. Вот те люди, которые голосуют за ядро. Молодёжь вся голосовала за Собчак. Это я знаю хорошо. Потому что сам за неё голосовала. И за Навального поддерживают. А не Путина. А старикам, которые как бы уже вышли на пенсию, они поддерживают коммунистов. А теперь вопрос. К молодёжи, так как не будет пенсии, примыкает вот эта вот самая группа от 35 где-то до 60 лет. И что получается мощный кулак, мощный народный фронт против бездарного правительства. У которых вице-премьеров только человек 14. Которые дублируют, внимание, дублируют функции министров. Ну каково вам, аээ, вот вы сами голосовали за это правительство, дорогие россияне. Вы сами поддерживали путинскую власть. Ну и получите хуй из Кремля. А недостойный уровень жизни вам. В будущем. Да и сейчас тоже. Повышать пенсионный возраст и НДС одновременно. Это геноцид, фактический геноцид своего народа. Вот что будет творить правительство. Почему? Да потому что медики не могут справиться с онкологией. И это в большинстве своем болезни людей 45-55 лет. Это сейчас самая большая проблема в медицине. В медицине. Никто, естественно, не решает, да. Это ниже пенсионного возраста уже сейчас. А еще потом будет. Этих самых. Как я уже говорил, что фактически закладывается две мины. Во-первых, сейчас людей увольняют в 50-55 лет. Фактически они не дорабатывают до пенсии. Потому что работодателю нужны молодое здоровое мясо. Назовем это так. С одной стороны. С другой стороны, правительство нам говорит, что будет принимать, видно, какие-то меры по тому, чтобы работодатель не увольнял до срока выхода на пенсию работника. И тогда возникает другой вопрос. А молодежь без опыта работы тогда? Вот представьте, вот уже человек физически до того же все, на пенсию. Он уходит. Его место занимает молодой специалист. Это как бы биологический такой формат всего человечества. Всего социума. А теперь старики будут до 65 лет. Молодежи будет некуда устроиться на работу. Что сделает молодежь? Правильно. Свергнет это правительство. Как в свое время свергла молодежь президента Бразилии Дил Мурусов. За то, что она устроила Олимпиаду и чемпионат мира по футболу. Не удосуяюсь проверить, проверить, если на это средство... Вернее так, на это средство она выделила. А вот на достойный уровень бразильцев, где никого не выделила, ее народ смел. Вот так же будет и с ядроебами, ядроесами всех мастей. Будет, будет. Нужна России новая русская революция. Самоочищающая. Проблема возрастных граждан, я как сказал, существует. Ну, вместо того, чтобы решать вот эту вот самую проблему, того, что уже сейчас работодатель увольняет людей 50-летнего возраста с работы, наше правительство тушит пожар керосином. Да, население России стареет. Да, мало рожают. Хотя меня родили в 93-м году. И не меня одного. Ну, вот вопрос. Значит, материнский капитал вам, ну, то есть не вам, а деньги на материнский капитал не помог, потому что все радовались, вот материнский капитал, теперь семья будут рожать двое, а выяснилось, что этого не хватало. А это оказывается. Вот, у меня вопрос к правительству. А что же вы не просчитали этого ядроеба, а, вонючие? У вас всех пора вешать. Пора вас вешать. Пора устраивать виселицы в Москве на фонарных столбах. Теперь бабушки не будут сидеть со своими внуками. Их не отпустят с работы. Ну, потому что правительство, видно, предложит какую-нибудь юридическую меру по штрафу преподавать предпринимателей за то, что они отпускают в разную в декретный отпуск. То есть, отпускают раньше пенсионного возраста. И вот теперь такой вопрос. Вот, возникает, что бабушка не будет сидеть с внуками, потому что ее не отпустит работодатель. И это самое... Ее не отпустят, да. Ее тупо не отпустят с работами. Мать не может себе взять вот этот самый материнский отгул по уходу за ребенком. Правильно, потому что конкуренция за место возрастет. Потому что, как я уже сказал, если вы не будете оформлять на пенсию работника, которому уступнуло 60 лет, то молодежи фактически будет некуда деваться. Значит, если мать уйдет, то есть количество конкуренции за рабочее место, оно возрастет. То есть, если мать ушла в декретный отпуск, то все. Ее место заняла молодая женщина, которая пофиг на детей, которая готова спать с кем угодно, но лишь бы финансово процветать. Да. Поэтому, кстати говоря, между прочим... Так, сейчас я пополню немножко. Так. Ну что ж, правительство говорит нам, ну вот, дескать, стареете, стареете, все стареете, на вас денег нет. Ну, ребята, решайте проблему другим образом. Делайте так, чтобы рожали много, и чтобы... и чтобы женщины... не умирали, и чтобы сыновья не умирали. А вы этих сыновей посылаете на Донбасс, в Крым. Вот сейчас уже есть очередь в детский сад. Сад. Да. Много чего есть. Рожать должны. Вот, рожать должны. Какие-нибудь меры предлагать по правительству, чтобы много рожать, и достойно. И достойно. А не так, чтобы у нас постепенно население страны стало 35-летнего возраста. Ну, конечно, когда в Кремле заседают вот эти вот кремлевские старцы, которые держатся за власть, то и население всей страны тоже стареет. Как старело в свое время советское население при Брежневе. Ну, что ж, с этой реформой дедушки уже не бабушка, уже вроде будет, как и не бабушка, а дедушек вообще не будет, потому что они будут умирать до 60-летнего возраста. Некому будет сидеть с детьми. Вот так вот. Вот демографическую мину закладывают правительства. Силуанов, Голикова с Медведевым говорят вам, молодым людям, и не очень, фактически, валите, они говорят вам, фактически, валите нахуй из страны. Вы здесь никому не нужны. Пенсии и пособий для вас не будет. Для нас все будут пособия. Для вас будет 0,0,0 рублей, 0 копеек. Вы нам не нужны. Ну и, конечно, молодежь, когда думает, ну, нихрена себе. Да, да, в Европе 67 лет выходит на пенсию. Ну, так, и зарплата у них не сравни. Да и медицина. И ты понимаешь, что, когда уезжаешь на Запад, что ты, скорее всего, ну, хотя бы до лет 70, ну, хотя бы до 67, ну, уж точно доживешь. А в нашем государстве ты понимаешь, что ты доживешь лет ну, до 40. Вот так вот. Вот, интересно ситуация с данным законопроектом. Ведь правительство не может так просто его принять. Оно должно его на рассмотрение в Думу отправить. И вот это вот вопрос, это вот законопроект как лакмусовая бумажка для депутатов. Если депутат голосует за, против, против данного законопроекта, то честь и хвала тому депутату. Он и той фракции. Они реально отстаивают честь народа. Тут ничего я сказать не могу плохого против них. А вот те, кто голосует за повышение пенсионного возраста, прекрасно понимают, что у нас онкология, что у нас 5 лет вот тех депутатов надо вешать. Надо вешать на фонарном столбе. Это не народные представители во власти. Это представители тех людей, кто грабит свой народ. Кстати говоря, уже объявлено, что ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия будут голосовать против законопроекта. А вот ядройосы за. И угадайте, кого вешать. Правильно? Всю единую Россию. Всю единая Россия прямо с петлей будет. И мылом. Так, воскресенье. Ну, идем дальше. Продолжаем тему пенсионной реформы. Но уже тут другая немножко статья. Голикова рассказала о планах отказаться от банной системы пенсионной реформы в программе «Вечер с Креблевским жидом» на телеканале Параша-1. Рассказал вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала, что с 2019 года, в соответствии с новыми решениями, размер пенсии должен составить 40% от заработка. Но это не панацея. Должны быть индивидуальные расчеты. Правительство готово предъявить этот расчет обществу, как только будут применены соответствующие решения, сказала она. Что это означает? Очевидная и самая наглая непродуманность решения, которая касается будущего России. Когда такой нулевой уровень экспертизы в самом правительстве? это означает, что наша власть, наше правительство это правительство лжецов и подлецов. В противном случае понятная формула расчета пенсии была бы готова уже давно и введена в действие уже сейчас. Например, если у вас заплата 10-15 тысяч рублей в пределах 20 тысяч рублей, то пенсия должна быть не 40, а все 100%. Так я лично считаю. а иначе это не пенсия, а корм рыбам в роли хозяина рыб медведев. В роли рыб мы с вами граждане Российской Федерации. Да, да, я гражданин Российской Федерации. Ну, и даже от 20-20 тысяч до 50 тысяч соответственно не не 40, а 80%, а если у вас зарплата такая, то 80% от этой зарплаты вы должны получать пенсии. от зарплаты, ну, если у вас зарплата 100 тысяч рублей и более, то пенсия должна быть меньше 20%, 10%. Вот это действительно справедливо, но этого нет в правительстве, нет, такой урониловки нет, нет, что вы, там в правительстве денег нет, даже на просчеты, на реформы, они есть, эти самые деньги в правительстве, не для всех граждан России, а только для ядра. Да, и они уже давно всех их разворовали и они пошли на чемпионат мира по футболу, пулеметы для ЛДНР и прочие крайне необходимые в кавичках для россиян вещи. Взамен действующей системы пенсии в России правительство разработало новый механизм формирования пенсионных накоплений. Значит, правительство само признало, что оно разработало неэффективную бальную систему в прошлом. и, конечно же, эти люди, которые разработали неэффективную бальную систему в прошлом, они, в основном, кроме Улюкаева, который понятно, где сидит, это же правительство разрабатывает новую достойную пенсионную систему. Ке-ке, смешно. Ну вот, мне интересно. У меня вот варитарический вопрос. Оно будет эффективно? Те же самые люди разрабатывают новую пенсионную систему или форму, которую разрабатывали бальную систему, которая оказалась, со слов Голиковой, крайне неэффективной. У меня вопрос, будет ли новая пенсионная система эффективная? Ответ мы получим нет, ровно потому, что это одни и те же люди разрабатывали. В интервью кремлевскому шеду Голикова сказала, что нужно украсть, ой, то есть поработать с пенсионными накоплениями граждан, которые были переданы в негосударственные фонды. В России так и государственные фонды говно, и негосударственные фонды тоже говно, из-за того, что Россия ведет агрессивную внешнюю политику, которая не соответствует с российским бюджетом, если, конечно, не воровать у будущих пенсионеров деньги. Что мы наблюдаем сейчас? А негосударственные фонды в России тоже говно. Они подлежат разорению нашего преступного государства, и ничем они перед сильной лубянкой не защищены ни судами, ни законами, ничем. Даже по Голиковой в ближайшее время Роструду примет меры в отношении работодателей, в отношении работодателей, которые увольняют людей перед выходом на пенсию, или не принимают на работу из-за возраста. Вот у нас есть федеральная антимонопольная служба, ну и что, цены снизили на топливо? Нет, риторический вопрос. Тут Голикова говорит, что будет Роструд наказывать работодателей, которые увольняют раньше людей до выхода на пенсию, но этим не Роструд должен заниматься, этим должна заниматься прокуратура, а иначе чину заплатит какой-нибудь работодатель штраф. Ну и что? Да пофиг будет работодателю. Вот какое будущее со слов Голиковой нас ждет. Тряхлые старые маразматики будут занимать рабочие места. Не будет понятия в Российской Федерации как социальный лифт. Его просто снесут. Вот данная пенсионная форма заложила взрывчатку под тросами пенсионного лифта в России. Их будут этих старушек и дедуль увольнять только после смерти. Ведь если уволятся самим в 55 лет, то сдохнешь не от старости, а от голода, потому что цены в супермаркетах вот я недавно был тысячу рублей, тысячу рублей стоят все. Ну там я покупал все. В целом это просто вообще. Я не буду говорить, что я покупал, но я покупал не алкоголь и не пиво, я покупал именно еду и у меня ушло 1500 рублей в день. Вдумайтесь. Зарплата в моем регионе, где я живу, в среднем 20 тысяч рублей. Ну и зарплаты хватает в моем регионе на 20 дней. Вот на 20 дней хватает. Без учета того, что приходится платить налоги, коммуналку. Вот. Так что, ребят, вас ждет светлое будущее. Как это, когда коммунисты говорили, вот нас ждет светлое будущее, вот нас ждет светлое будущее, и в итоге мы получили 90-е годы, а вот так же и правительство наше сейчас. Недаром, кстати говоря, Кикабидзе сказал, что Россия обязательно развалится, СССР. Да, это так будет. для молодых людей в правительстве уже готовы бесплатно гробы. Ага, и да, между прочим, действительно строят эти самые крематории в массовом порядке. Да, 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 это для вас, для всех тех, кто голосовал за Путина, вот для вас строят крематории, где вас и будут сжигать за то, что вы возмутитесь насчет повышения пенсионного возраста. Самый вероятный вариант для правительства это самый вероятный вариант из-за этой реформы это повинут длительное увольнение за 20 лет до выхода на пенсию, потому что вот эти вот штрафы Роструда работать не будут, а дальше как хотите, так и живите, но налоги платите, а иначе российское государство отберет у вас не только пенсию, но и квартиру, то есть при четвертом сроке Путина многие из вас уже лет через пять будут бомжевать, с чем я вас всех и поздравляю. Останется пенсионный возраст 60 лет для тех, кто забыл слово честь и слово достоинство и охраняет эту самую преступную террористическую власть от восстания народа, которое все равно рано или поздно случится, будь это под Навальным или под коммунистами, и будут вновь стоять танки, и будут вновь стрелять танки по Белому дому, но на сей раз танки не ельцинского режима, а народные танки по правительству. И, кстати говоря, Силуанов не пришел на программу к Соловьеву, ровно потому, что прекрасно понимает, что зрители ему настучат по его лысине, а женщин не бьют. Именно поэтому нужна была в программе вечер Владимира Соловьева в качестве того человека, который объяснит из правительства, чтобы народ не восстал, но успокоит людей, именно Голико, именно женщина, потому что Голико все-таки обладает таким темпераментом успокаивающего. А вот Силуанова эх, я бы морду дал, но не я, но он не пришел там-то на все из-за кавыка как раз-таки вот этих самых вечеров Соловьева, когда те, кто реально отвечают за принятие решения, не бывают. Вот только не надо мне говорить, что там были министры, да, были министры, ну и что, разве они принимают окончательное решение? Нет, конечно. Особенно этот Мединский так, ладно, давайте дальше. Отличемся пока на время от пенсионной реформы. Кураторы и спецслужб спецкабинета ФСБ на вокзале в Краму в аэропорту нет, хоть и самым престижным, но тем не менее обычном вузе страны. 13 июня студенты и преподаватели МГУ сделали сенсационное заявление. В Московском государственном университете заправляют сотрудники спецслужб, а в частности агенты Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации, которые находятся в МГУ под прикрытием помощников ректора, заместителей, начальника управления общежитиями и на других должностях. Так что знайте студенты, которые сейчас собираются поступать в МГУ, что вы будете ходить под чекистским колпаком и вас, скорее всего, попытаются завербовать очевидно, можно сделать вывод, что раз МГУ заправляют ФСБ то, по видимости, в ГМО заправляют не Минобразование, не Юрий Вяземский, а служба внешней разведки. Но про МГУ в другой раз, а сейчас про МГУ. Итак, один из преподов МГУ Михаил Лобанов раскрыл всю правду, матку университета. Агентурная сеть ФСБ в МГУ сложилась, когда спалилась, когда студенты и преподаватели МГУ начали бороться против фан-зоны чемпионата мира в России, которые вплотную прилегают к зданию МГУ. Ясное дело, что во время чемпионата мира студенты сдают сессию преподавателям, а преподаватели сессию принимают. А тут такая шумная толпа болельщиков и тем и другим нужно студентам и преподавателям нужна тишина для успешной сдачи или приема сессии. А ее не будет. Наоборот, будет шумно. Шиз-гашиш от государства, поскольку чемпионат мира по футболу в России это не футбольный праздник. Шиз-гашиш студентам и преподавателям. Поскольку чемпионат мира по футболу в России это не футбольный праздник. Это не показатель того, что мы можем провести турнир такого масштаба и уровня. А это спецоперация по пусканию пыли в глаза иностранцам, чтобы те активно вкладывались в российскую экономику. А под ней поднимается как раз таки Лубянка и дружки Путина Олимпиады не принесла того эффекта, на который рассчитывала наша кремлевская власть. Даже наоборот из-за революции на Украине аннексии Крыма и войны на Донбассе оказалось губительно для российской экономики и для путинского распила Олимпиады 2014 года. Ведь из-за санкций распиливать-то больше оказалось нечего. Поэтому чемпионат мира по футболу это последний шанс России на получение инвестиций за рубежа ясное дело, что не китайских инвестиций, а западных в область туризма, спорта и просто в Россию. Во время спецоперации ФСБ дробь КГБ по гран-пиару России мировой общественности какие-то студенты возмущаются ой, да нам мешают чемпионат мира по футболу сессию сдать, ой, да нашу в общагу заселяют ОМОН, а нас выкидывают из общежитий на время чемпионата мира, ой, да нашу будущую пенсию государство потратило уже сейчас. На спецоперации под названием чемпионат мира по футболу и студенты с преподавателями вышли на акцию неповиновения, стали бастовать, пошли на Тверскую, Ямскую, а там уже и до администрации президента недалеко. Естественно, так как в России чемпионат мира по футболу это не столько и не столько праздник футбола и различных культур аспекта операции ФСБ, КГБ, то к студентам и преподавателям относятся как к врагам народа, как в 30-х годах. И, соответственно, пошло-поехало. В МГУ сделали кабинет, где фактически в нарушении любых законов любого государства, любой конституции начали допрашивать и пытать студентов с преподавателями с применением всяческих различных пыток с целью того, чтобы преподаватели слили компромат на студентов, а студентов запугали с целью того, чтобы неповадно было им выходить на митинги и поддерживать всяких Навальных, Буртковых и, скажем так, антиядроемов. Говорит даже, чтобы даже у студентов под одеялом о смене режима неповадно было МГУ травля со стороны сотрудников ФСБ МГУшников налицо. Если на западе университет это островок свободы говорит, что хочешь думай о чем можешь, только успевай учиться, то в России в ПТУ вербуют мясо для армии, а в вузах вербуют доносчиков для спецслужб. Это характеризует нашу власть как людей, которые борются не за светлое будущее, а против него. А молодежь университетов это реально светлое будущее нашей страны. И против этого светлого будущего пытки и допросы ФСБ в МГУ. Вообще, что касается вот этой самой пенсионной системы, то, конечно, справедливо бы чтобы работник сам сам отчислял бы деньги в пенсионные фонды и понимал, что эти самые пенсионные фонды не загорят в будущем. А Дакара, во-первых, у нас нет такой системы, чтобы работник сам отчислял в специальные фонды, на специальные счета свою будущую пенсию. А во-вторых, ведь правительство же, даже если бы у нас такой фонд, такая система бы была, правительство все равно бы изъяло деньги на свои нужды. Дальше идем. Василий Уткин больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу. Говорить о причинах своего увольнения известный телекомментатор не стал возможный дуэт Уткин-Гусев на ТВ так и не состоялся, но в качестве комментаторов. Уткин не стал комментировать причины увольнения. Хотя все слишком очевидно. Он нарушил самый главный запрет на российском телевидении сейчас. Я имею ввиду конкретно федеральные каналы. Он произнес слово в прямом эфире, от которого Путин трепещет и прячется в своем кабинете под рабочий стол. Давайте-ка мы это слово назовем все вместе. Скажите, как его зовут? На-а-а-а-а-а. Ва-а-а-а-а. Ль-а-а-а-а. Ну-ы-ы-ы-ы-ы. И все вместе. На-а-а-ны-ы. Вот какое слово произнес Уткин на первом канале. И это на главном канале страны и не в и не в негативном контексте да после того хорошо хоть что у уткина чисто случайно в кавычках не нашли на котике как любит это делать в чечне правоохранительные органы у оппонентов кадровской власти оцените весь трагизм ситуации и невезение утки на дело в том что журналист напарник уткина по матчу германия мексика кирилл дементьев сказал что игрокам сборной германии необходимо показать навальный футбол ну то есть сборной навалиться на штрафную мексиканцев и их ворота но уткин услышал то что надо услышать то что как федеральном канале не надо слышать то отчего в администрации президента вздрогнули поперхнувшись нашими пенсиями три раза и сказал спросил дементьев навальный играет футбол интересно было бы глянуть и тут у обеих комментаторов повисло речь ведь все все прекрасно понимают за слово навальный на первом канале к тебе может наглянуть черные и белые микроавтобусы слуганки кирилл дементьев аж голос задрожал у кирилл дементьев ваш голос задрожал вот что значит обоснованная боязнь репрессивной машины под названием российская федерация алексей навальный и путинская россия алексей навальный прокомментировал данный эпизод у себя в твиттере тот момент когда цензура пала и придут суткиным это комичный трагичный эпизод одновременно и как из ничего ты нарушаешь одну из самых духовных скреп путинской власти если не называешь человек на федеральном канале то считай проблемы которые ассоциируются данный человек который ты не называешь не существует то есть навальный соответственно кричит громче всех об коррупции во власти а на федеральном канале запрещено назвать фамилию навальный значит коррупции по логике а путина в россии нет или они никто не знает вот соответственно это все по усовершенствованной логике сталина путином если нет человека нет проблемы от сталин говорил а путин усовершенствовал эту логику если человека не называешь на федеральном канале то проблема которых ассоциируются человек с ней нет это вот все путинска вот все это означает о том что путин все самые кровавые репрессии все сам вот примеры брал именно для управления страной именно из стальна да они они из кого-либо другого тут мне может возразить что у нас в россии нет саград отрядов а я отвечу а на хрена нам заград заград отряды когда фсб может мочить кого угодно в нашей стране ну кроме естественно понятно кого уткина явно карьера не удалось сейчас то не сошлись характерами скандалаки то вот такой ляп который уткин маскирует под якобы проблемы в личной жизни но мы это с вами понимаем откуда ноги растут ноги растут со старой площади где находится администрация президента что касается уткина василий тоже меня извини ты сказал что не надо комментировать причина но я прокомментировал потому что это касается не твоей личной жизни а это касается нашего общества в целом идем дальше идем дальше сша выше покидают состав совета по правам человека он об этом об этом сообщили постпредоон сша красавица ники хейли и царушный госсекретарь макпомпео однако с их слов этот шаг не будет являться отступлением сша от обязательств по правам человека формальная причина данного шага это антиизраильские резолюции совета по правам человека во время событий в секторе газа где были убиты десятки палестинцев в влияние зятя трампа джарода кушнера который очевидно отставит интересы своего народа на самом высоком уровне сша довольно велико что конечно удивительно ведь считается что отцы в большинстве своем относятся с нелюбовью к супругам своих дочурок они думают что дочь достойна как правило лучшего но трамп удивительный человек и пара кушнер и иванка трамп очень красивая и умная хотя бы тем что никогда не посещала страны снг резолюция была принята и разумеется умалчиваясь о том что сначала сами палестинцы начали бросать камни в израильских солдат и вообще что такое палестина это израильское ненавистническое государство граждане которого в основном террористы хазбалы аль-кайды и гил и братьев мусульман там в палестине в домах даже нет света газа водопровода и почему палестинцы не иммигрировали в израиль массово только потому что религиозные пропагандисты там объясняют людям что почему у вас нет света газа воды и в домах потому что существует государство израиль все это мне напоминает людей которые искренне не понимают почему россия оказалась в кольце врагов и у них не будет денег или нет денег на пенсию они говорят в этом виноваты хохлы и масоны жиды пиндосы и далее по списку но не выстраивают логическую цепочку цепочку то что сначала идет заявление от нашего правительства денег нет а вы держитесь это а потом то есть сначала с путиным медведев с путиным совершают массу ошибок как внутри страны так и за ее за ее пределом а потом заявляют денег нет а вы держитесь так и тут в результате того что у обывателя мозг собит в случае россии сериалами про ментов духовными скрепами и ситуации на украине а в случае с пелестиной религиозными проповедями имамов всех мастей их потом легко посылают на гибель чтобы показать не мы власть виновата а соседняя страна россия это гигантская палестина с украиненавистническими проповедями господина соловьева на параше 1 решение сша о выходе из совета по правам человека обосновано на все сто процентов ведь там в совете по правам человека он заседает кто правильно россия иран северная корея китай то есть страны в которых о ущемляются все кому не лень и принуждают людей к приступам ненависти по отношению к другим народам ну это наверное китай в меньшей степени касается но тем не менее это вот если бы вот в фашистской германии находилась бы штаб-квартира красного креста в совете по правам что человека в основном страны изгоя сидят а уж явно такой уж явно свободной демократической страны с ним не по пути российская пропаганда кричит смотрите смотрите а пиндос это выходит из пч значит там в сша все плохо со свободами человека нет просто влагой организации в хорошей организации сидят страны подонки как россия которая у своих же граждан отбирает пенсии и квартиры да мир не идеален и конечно же есть пытки в церковных тюрьмах ну во первых там пытают реально джихадистов а не только политзаключенных как это делают в россии а во вторых всем давно известно про эти тюрьмы в гуантанамо в польше в прибалтике в умане есть тюрьма я знаю для джихадистов а вот тюрьмы фсб никому не известно где находится кроме того что они есть да и да и могут пытать прям в следственном изоляторе чего уж греха таить это вот как фильмы мстителей не фильмы мстителей а ну там в общем был один эпизод вот этой всей марвелизации когда там в щит в вселенскую организацию по обеспечению безопасности земли проникла гитра подлые подлые мрази которые ничем не вот которые которые ничем добрым не руководствуется руководствуется только тем что по устраивать массовые геноциды им и массовый контроль над всеми жизнями галактиками вот так же и тут совет по правам человека он проникли мрази и подонки которые там заседают как например российская федерация трамп все правильно сделал светлой и демократической страны как сша не по пути с россией и китаем путин кровавый диктатор и лидер всего вольнодумающего пространства в вокруг россии петра порошенко провели телефонный разговор в а разговор о куда у меня с путином исчезла а ну давай они выступят ладно неважно итак путин и порошенко провели телефонный разговор российский диктатор выразил обеспокоенность тем что он и его их таймнейтеры сотворили в донбассе геноцид естественно обвинив в этом украинских воинов а петро алексеевич порошенко предложил крайне на мой взгляд гуманную инициативу это обмен военнопленных и политических заключенных которые сидят за стенках фсб в симферополе на площади который кстати вот совпадение носит имя другого кровавого диктатора франко это франко это все это все не случайно путин подчеркнул что альтернативы минску нет но альтернативы есть правда для этого придется украине реально и дипломатически отказаться от Крыма и Тонбасса но зато взамен они бы получили бы статус члена нато с гарантированной защитой остальных территорий украины но пока украинская власть к этому не готова и украинское общество в целом а зря это был бы ход конем против тирании кремля но мы все понимаем про кого идет речь про обмен когда порошенко говорит про обмен заключенных это про режиссера Семцова это про обмен режиссера Семцова на пропагандиста а не журналистов Вышинского все в итоге упирается как как всегда в подлую кремлевскую власть и в позицию того что Семцов террорист а переговоры по выдаче террористов Кремль не ведет однако Путин забыл упомянуть телефоном разговоре что когда потребовалась политическая воля Володьска быстро отпустил в Киев летчицу наводчицу Савченко которая убила гораздо больше людей чем Семцов Семцов конечно никакой не режиссер но и не террорист это тот кто убивает гражданских людей или насильно держит тысячу ну или насильно держит людей при помощи оружия Семцов ни то ни другого не делал он вообще даже никого убивать не убивал и убивать не хотел он хотел всего лишь навсего взывать памятник Ленину в Крыму кто такой Ленин правильно тот кто уничтожил половину населения России в период 1917 под 1923 год то есть он то есть Семцов не террорист а борец за свободу самих же русских людей ведь Ленин создал государство в котором насильно до 1985 года удерживали простых людей не давая им выехать за границу про личную квартиру и машину я вообще молчу но нет ясно в Кремле называют но нет ясно что в Кремле называют но нет в Кремле Семцова называют террористами Семцов на самом деле герой Украины уже сейчас за стенках в пыточных ФСБ он объявил голодовку и потребовал освободить всех всех политзаключенных незалежные в России и если он умрет вам Русне это дорого обойдется дороже чем смерть Магнитского в отличии от СБУ которая предъявила железные доказательства того что Вишинский шпигун Рашки то есть был найден пистолет Вишинского флешку при помощи которой он скитывал информацию от украинских журналистов и передвижения ВСУ в Донбассе кремлевским куратором из ФСБ то на суде против Сенцова выступали только лишь свидетели и все и это в 21 веке где есть аудио видеозапись где есть скрытые микрофоны жучки полочки но нет только на Сенцова свидетели предстали против него и все никаких существенных вообще видимых доказательств ФСБ не предъявило задержать Сенцова надо было задержать Сенцова надо было ровно потому что в то время в Феодосии проходили антирусские митинги не антиукраинские а антирусские митинги и за 100% повышение цен в Крыму на продовольствие народ негодовал и ему нужна была сакральная жертва и вот он получил Сенцова ну сакральная жертва чтобы чтобы успокоиться чтобы не задавать вопросы власти а тут власть говорит ну вы смотрите да мы там плохие да цены повысили ну вот что украинцы хотят вас всех взорвать это еще хуже так что их фините во всех невзгодах а не нас поэтому то есть народу надо было предъявить кто виновный в их бедах и предъявили как раз этого Сенцова который никого не убивал вообще Татьяна Маскалькова уполномоченная по правам человека в Российской Федерации потребовала встречи от украинских властей с Кириллом Вышинским в застенках СБУ ничего плохого в этом не вижу кроме одного сначала уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмилу Денисову должны допустить к Олегу Сенцову вот что сказал Порошенко Путину по телефону сам этот разговор состоялся после того как украинский генерал замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил о наличии разработки Украины ракет которые могли бы достичь Москвы и об модернизации ВСУ ракет Гром-2 и Гарпун чтобы она чтобы они покрывали всю европейскую часть России в Кремле в итоге струхнули и позвонили Порошенко и уже у Путина другая ректорика вместо того что скоро будет кадет с украинскому государству теперь надо обеспечить надо соблюдать Минские соглашения что ж если когда-нибудь полетят баллистические ракеты из Украины на Москву это будет закономерный итог всей кремлевской политики по отношению соседних стран с Россией ну а дальше намечается тот самый любимый мой пост апокалипсис в России который я люблю и на которого я надеюсь чтобы вы по заслугам получили все те кто поддерживали кремлевскую власть ну кстати говоря тут еще выясняется то что Порошенко причем был телефонный разговор накануне а Порошенко ввел санкции Украины против российских чиновников я так думаю что в Украине нет имущества этих чиновников но оцените да то есть видно Путину об этом было известно заранее и он все таки пошел на этот телефонный разговор хотел отменять хотел то чтобы Порошенко еще и санкций не вводил а он взял и это будет перемога еще одна перемога Украины над Россией Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению я думаю сейчас шок у всех политологов и юристов но тем не менее оказывается в ЛНР существовал аж три месяца украинский народный трибунал со всеми юридическими со всеми юридическими процедурами это принес народ по-видимому кто-то защищал виртуального Порошенко наслушиванием свидетелей и вот неутешительный итог для Порошенко пожизненный срок и для Гроссмана тоже еще раз но это украинский но этот украинский трибунал хочет отправить свое решение в Гаагский трибунал вот он русский мир который зашел в полный идеологический маразм во-первых начну с формулировки украинский народный трибунал какой такой народный трибунал где заседают граждане ЛНР свидетелями были граждане ЛНР ни Черкассы ни Харьков ни Днепр ни черкнигов ни другие города и регионы Украины в этом суде не были представлены ровно потому что в Донбассе знают и понимают что их сепаратизм по отношению к Киеву никто не поддерживает а наоборот в остальных регионах славят киевскую власть славят Порошенко считают его великим президентом значит простым большинством регионов Украины выходит что этот суд не народный а антинародный поскольку изо всех 24 областей Украины он представлен только двумя регионами во вторых ну хорошо никто не отрицает военных преступлений ВСУ в Донбассе ну а как быть с вашими преступлениями с разгромленными частями ВСУ в Донецке когда с крыши домов с углов в Донецке мочили украинских солдат из автоматов Калашникова из РПГ внутри чего я вам напомню армия ВСУ была вынуждена уйти то есть оставить свои воинские части в Луганске и Донецке и только потом началось АТО Обстрел Мариупола в жилых кварталах Мариуполя из Градов когда ЛДНРовцы хотели штурмовать Мариуполь ну и Трельба из танков по жилым кварталам домов в Дебальцево когда высовышники уже оттуда ушли что молчите про это то про подачу резолюции фейкового всеукраинского суда в уголовный суд ООН Ау ребят вы не только не члены ООН вы даже у вас нет статуса хотя бы частично признанного государства Так как ваш куратор из Кремля пока вас признает юридически как часть Украины так что на вас не распространяются нормы международного уголовного суда В-третьих вот я к примеру Порошенко я знаю что мне грозит пожизненное заключение в ЛНР но у меня есть армия флот СБУ и как думаете оставить ли в таком случае от этого суда хоть что-либо нет конечно же Порошенко Может даже отбомбиться по суду Как в свое время Ельцин мочил из танков Верховный Совет России за то что он объявил ему импичмент в 93 году Весь этот суд показывает что вам в ЛНР тупо нечего делать и вас никто не обстреливает Хоть об этом утверждает российская пропаганда А иначе вам было быть не до суда над Порошенко да и не Да и не он начал войну в Донбассе с ваших же слов А Турчинов А вот тут Порошенко как раз подписал те самые минские соглашения по которым армия ВСУ оставила вас в покое и не вступила ни в Луганск ни в Донецк Ваш маразм не знает границ Суды можно устраивать лишь тогда когда обменяемый физически присутствует на суде Да и кстати победителей не судят Все еще может быть и украинская власть вернется в Луганск и в Донецк и в Крым И тогда суди этого суда представят перед Законами Украины за сепаратизм, терроризм, коллаборационизм с врагов С врагом Украины Россией Еще одна такая тема но я вам не стал показывать Хотя я сейчас наверное в истории Найду Так где у меня вот она у меня история Нас интересует знак 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 ищем знак Дождь Ага вот знак Вот такая тема очень интересная Про шпионку Карина Цукерман Во первых она интересна тем что Руковод Висичина опять кого-то арестовали На на сей раз не в рост нефти и не связана с Суликаевым гражданином А дело в том что Карина Цурканра Ей инкриминируется шпионаж Да Она работала в Интер-РАУ ЕС России Данная структура принадлежит Сечину И собственно говоря Вот эта вот очаровательная шпионка Со слов ФСБ Выкрала документы на техническую документацию И передавала Вы будете смиряться румынским спецслужбам Хе-хе-хе-хе-хе Ой Да Тут конечно же версии возникли Что она там спит Что она не отказалась с кем-то спать По-видимому с Сечином И поэтому Пристала перед судом Но тем не менее Тем не менее Очевидны формулировки тенденций 30-х годов Враг народа Шпион диверсант Румыния Хотя я представляю ее роли шпионки Ох Она укладывает Меня на пол А потом ее ноги Касаются моего лица И она садится на меня Ох Ох Что по-моему По-моему реальная шпионка Но только смеху подобно вызывает Того что она работает на румынские спецслужбы Скорее всего Не сошлись бизнес интересы Или Просто Повздорила Она Сечина И все Села в тюрьму Вот вам и российская власть Без пенсии Но зато с гигантской тюрьмой народов Как в свое время был Советский Союз Ну что я вот уже удаляю статьи Это означает что у нас эфир подошел к концу Ну что ж Победа сборной России Это конечно же хорошо А вот достойный уровень Грозен Это еще Лучше Пройдет Четыре года И мы еще с вами Узнаем Мы еще с вами Выясним Что Какой был Коктейль допинговый Подмешан Нашим Футболистом Кто стоял В подкупе Кого подкупили Из федерации футбола Египта Или Саудовской Аравии И вот увидите Вот увидите Мы еще об этом Обо всем Узнаем Ну а на сегодня все Пока До свидания До новых встреч Идите на футбол Хотя Власть Футболит Вас так Что никакого футбола И не нужно вам Пока Пока Продолжение следует